Ребята, это новые малыши, которых сегодня забрали из Тербунской усыпалки. В Стербунской живодерни. Мама, у которой трое своих деток. Но одного малыша мы нашли в будке. Вот этого самого, вот отдельно. Он покрупнее, чем остальные, и в будке он лежал отдельно. У мамы трое новорожденных, которым примерно по два дня их приговорили усыплять. Видите, мы их забрали из Тербунов. Дело в том, что вот этот малыш неизвестно, как оказался там один в будке, в другой. Скорее всего, там была еще одна подсосная мама, которую убили, а щенка не заметили. А в этот раз девушка лазила, доставала других малышей и нашла вот этого еще. Ему от силы недельки две. Глазки он еще тоже не открыл, но он, по крайней мере, хорошо передвигается. В общем, ребята, это новый ужас Тербунского ада. Маму я уже устроила. Мама еще рычит, потому что ей страшно. Но она то хвостиком виляет, то рычит. Я думаю, что два-три дня, и она отойдет, и будет с ней все в порядке. Когда она поверит, что с ней все хорошо. Маму разместили пока вот здесь. Отгородили ей угол. Плюс мы забрали малышей. Посмотрите, малышам от силы полтора-два месяца. И у них в ушах стоят вот такие клипсы у троих. И одна девочка, вот, это побольше. У всех вот такие клипсы на ушах. Детка, повернись ушки. Да, я хочу посмотреть номер. Ты мое, солнышко. У этого ребенка что-то с лапкой. Похоже, она или вывихнутая. Он очень сильно хромает. И вот такие крошечные, вот такие крошечные. Скажите, каким живодером надо быть, чтобы чипировать вот таких малышей? И что они хотели этим сказать? Я понимаю, когда чипируют и вешают на ушки, это когда стерилизованная собака и привитая. А для чего чипировать малышей и отдавать их на живодерню, чтобы их там убили? Для чего, друзья? Объясните мне, пожалуйста. Может быть, кто-нибудь из вас знает, для чего ставить малышам на живую, без наркоза, вот такие клипсы в ушки пробивать им, малышам, ребенкам, детям, и отдавать их в живодерню? В живодерне, как всегда, не было ни воды, ни сена в будках. Ничего не было. Ребята, тербунский ад продолжает действовать. Продолжает, мои хорошие. И я не знаю, что делать, но я буду что-то делать. Я буду стучать до тех пор, пока мы чего-нибудь с вами не добьемся. Пока мы не прекратим эту жестокость. Друзья, нельзя оставаться равнодушными. Нельзя. Они живые. Они такие же, как мы. Это зверство. Понимаете, это зверство. Это настолько подло чипировать вот так малышей, поставить в галочку журнал, а потом отдать их на живодерну, чтобы их там убили. Без воды малыши там выживают от силы 2-3 дня, а потом они умирают. Вот этих малышей привили для того, чтобы замазать нам глаза и прочипировали точно так же. Обычно как делают? Если поставили им эту клипсу, значит детей должны выпускать в то место, где они жили, в среду обитания. Вместо этого малышей отправили на живодерню. И это чудо, что они остались живы. Завтра мы поедем еще заберем там двух собак. Сегодня нам их просто не отдали. Но я дозвонилась в Елец главврачу. И после разговора со мной он дал указание отдать нам еще двух собак. Вот такие дела, ребята. Пока вот такие дела. Я буду держать вас в курсе, что происходит дальше.